МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С наступлением лета в Сургуте вновь стал актуальным вопрос безопасности нахождения людей на воде. Профилактические мероприятия приносят свои плоды. Количество пострадавших и погибших уменьшается. В администрации города подвели итоги заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Анализ причин трагедии показывает, что половина всех несчастных случаев происходит из-за купания в состоянии алкогольного опьянения. Надеемся, что если до 2005 года гибели в среднем на водоеме за навекционный период и за период купания превышало 20 и более человек, усиление наших действий, как ГИМС, МЧС и Управление гражданской обороны, Центр спас Сургута, гибели, ведь по статистике уменьшилось на много раз. С начала летнего сезона установлено 15 информационных знаков, купаться запрещено. В Сургуте обустроено два места массового отдыха у водоемов. Первый в парке Засаймы. Здесь к сезону уже все готово. На втором пляже у Черной речки будут установлены скамейки, кабинки для переодевания, биотуалеты и урны. Кстати, о купании в сургутских водоемах речи по-прежнему быть не может, так как вода в реках и озерах города не соответствует нормам. Там обустроены, если мы ведем речки Черной, 10 зонтиков со скамьями, несколько контейнеров для сбора и накопления отходов, то есть мусора, несколько переодевательных кабинок для переодевания и, соответственно, биотуалеты. В настоящий момент проводится работа по подготовке этих мест отдыха для летнего периода 2018 года. С 25 июня все работы будут завершены. Между тем, вода в реке Опи вновь начала пребывать. Если 13 июня до критической отметки в районе Сургута оставалось 104 сантиметра, то спустя неделю уже 90. При этом первая волна паводка нынешнего года уже прошла и не принесла никаких неудобств жителям. В югре лишь на реке Ляпин в районе Саренпауля отмечается подъем воды выше критического уровня. Там частично затоплены три участка и четыре дома. Максимальный уровень воды в притоках Аби ожидается на третью декаду июня. И в связи с тем, что в горах Алтая сейчас очень стоит жаркая погода, снег активно тает и получилось наложение второй волны половодия на первую. Рядом с Ситимолом может появиться спортивный кластер. На депутатских слушаниях в городской думе обсудили проект межевания территории квартала Пойма-2. Инвестор предложил возвести 20 тысяч квадратных метров, на которой расположится волейбольная площадка. Также здесь планируют теннисный корт, ледовую арену, гостиницу и общежитие для спортсменов. Было еще несколько предложений, однако депутаты усомнились в целесообразности строительства. Керлинг-центр, я вообще не знаю, потребность такая в округе еще вообще осталась или нет. В 2012 году они даже потратить деньги на корректировку проекта не захотели. О чем мы говорим? О каком керлинг-центре? Какие потребности у города в этом? Давайте у жителей еще раз спрашивать. Давайте вот начнем со стратегии. Мне кажется, очень было бы правильно, потому что хотелось бы все-таки, чтобы если у нас в городе есть такие территории, на которых есть и мощности, то, что мы слышали, технологические, да, подключения в том числе, чтобы для жителей это было сделано, чтобы жители действительно этим пользовались. Кроме того, вызывает споры самострой на Югорском тракте. В течение нескольких лет его пытаются снести, но по нынешнему проекту застройки здесь откроют административный центр. Таким образом, своевольное строительство может быть узаконено. Возведение всего комплекса оценивается в 3 миллиарда рублей. А вот сроки не обговариваются. На ближайшее время проект, на создание которого ушло 3 года, ляжет на стол главы города. Исходя из денег, мы не построим в городе вообще ничего, кроме хижин. Мы должны понимать, что есть нормативы по обеспеченности. И таковые нормативы по социальному развитию, они поставят в том числе и указы президента. И мы должны планировать город как раз таки в зависимости от потребностей. На Сургут 21 школа. Представители органов местного самоуправления, муниципальных образований региона и окружной думы собрались на седьмое заседание координационного совета. Какие вопросы обсудили и какие решения приняли участники заседания, смотрите далее. Седьмое заседание координационного совета провели в Когалыме. В нем приняли участие депутаты и председатель думы ХМАО Борис Хохряков, глава принимающего города Николай Пальчиков, представители органов местного самоуправления, муниципальных образований. Каждая встреча – отчет о выполнении президентских указов и обсуждении решений социальных проблем, строительство жилья, введение в эксплуатацию соцобъектов в левобережной части города и постановки их на кадастровый учет. Разрешение на строительство есть возможность дать. И ввести в эксплуатацию есть возможность дать. Невозможно зарегистрировать, пройти через кадастровую палату. Кадастровую палату нет. С права собственности потом не будет. Да. Человеки все живут. Площадкой для озвучивания проблем и обмена опытом стало пленарное заседание. Участники рассказали о внедрении системы проектного управления в муниципальных органах власти и рассмотрели проблемы определения начальной цены контракта в рамках реализации федерального закона о контрактной системе, также формы воплощения программы по строительству общеобразовательных объектов. Конечно мы столкнулись с рядом проблем, которые необходимо решить и которые мы сами в рамках своих полномочий часть можем решить, но нам нужна и помощь округа. И я говорила, сегодня попросила включить протокол о том, что необходима льгота по налогу на прибыль для консессионеров, которые все-таки, если будет у нас заключены консессионные соглашения, то это необходимо решить. До 2025 года в Югре должны появиться более 100 школ. В Сургуте необходимо построить 21 учреждение. Это позволит ликвидировать вторую и третью смену. Кстати, сургутяне предложили использовать здания и для нужд дополнительного образования. Что касается предложения сургутяна, оно на самом деле интересно, потому что пока к задаче муниципалитета относятся полномочия по выделению площадки, чтобы был земельный участок, чтобы была подготовлена инфраструктура инженерная, чтобы все коммуникации были подведены. Но инвестор смотрит дальше. Он же строитель, он должен получать прибыль. Поэтому я думаю, что мы рассмотрим это предложение, оно будет в рекомендации нашего Координационного совета. По результатам совета было предложено внести изменения в окружное и федеральное законодательство. Они касаются предоставления льгот сотрудникам Министерства внутренних дел и многодетным семьям, а также порядка установления органам местного самоуправления нормы земельных участков для садоводства и огородничества. Рекомендации совета по всем вопросам будут направлены в муниципалитеты. Наталья Степанова, Ольга Нахаева, Николай Сапожников, Сургут Интерновости. 4 тысячи школьников Сургутского района отдохнут в летних лагерях муниципалитета, организуют оздоровительные и культурные программы для детей, 30 образовательных и культурных учреждений. Еще около тысячи подростков отправятся по путевкам в летние лагеря других регионов страны. Направление самое разнообразное. Мы сохраняем самые популярные направления, которые востребованы как у детей, так и родителей. Это южное направление, Краснодарский край, Республика Крым. Также пользуются популярностью Республика Башкортостан детские лагеря, Новосибирская, Тюменская область и Тобольский район. Впервые в этом году к оздоровлению и отдыху детей были привлечены две некоммерческие организации. Один из пилотных проектов в рамках двусторонних соглашений между районной администрацией и НКО был запущен на базе первой белоярской школы, где дети изучают английский язык. Второй под названием «Этноград» открылся 1 июня в школе-интернате деревни Русскинской. Что касается «Этнограда». За лето там отдохнут 200 детей. Это только с Сургутского района? Это только с Сургутского района, да. У нас там каждая смена, она разная. То есть вот сейчас была тема творческая, смена творчества. Следующая смена у нас будет спортивная направленность и туризм. Третья смена – это безопасность движения. А четвертая смена предпринимательства, где детей будут учить, оставлять бизнес-планы, как вести свое дело. Такого в Сургуте еще не было. Впервые в нашем городе состоится фестиваль военно-исторической реконструкции «Штурм-2018». Мероприятие проводится в Югре с 2013 года. Еще ни разу реконструкторы не собирались в Сургуте. Соорганизаторы фестиваля, клуб исторической реконструкции «Арсенал», отмечают, что на площадке за собором Преображения Господня все гости смогут познакомиться с военными действиями, образами солдат и техникой со времен Древней Руси до наших дней. Можно будет принять участие в интерактивных программах, где подробно познакомят с историческими фактами, дадут примерить военную форму. Любители зрелищ смогут понаблюдать за воссозданием боевых действий разных лет. География реконструкторов – самая массовая за всю историю штурма. А фестивалю в этом году исполняется пять лет. Реконструкторы к нам приедут из Сургута, Хантамансийска, Нижневартовска, Нефтьюганска, Мегиона, Лангипаса и Советского. Сегодня уже известно, что нефтьюганские реконструкторы привезут в Сургут воссоздание боевых действий в Крыму. Однако, что именно это будет за программой и какого периода, не уточняется. Штурм 2018 намечен на 30 июня. Старт в 15.00. Ожидается, что гостями фестиваля станут десятки тысяч сургутян и гостей города. Кстати, в арсенале уже приоткрыли завесу тайны в части того, что станет изюминкой фестиваля военно-исторической реконструкции. Изюминкой фестиваля станет, я думаю, реконструкция по периоду Афганистана. Это достаточно нечастая реконструкция на наших событиях. Сложность, наверное, основная заключается именно в форме самих афганцев, то, какая она должна быть, их образы и поиск реконструкторов с бородами. В Сургуте на Сайме состоялся 18-й национальный праздник коренных народов Севера, «День обласа». В его рамках проходят обряды почитания воды, а также зрелищные соревнования на выдлубленных из кедра или осеной лодках с помощью одного весла. Равные требования здесь для всех, независимо от пола. Познать технику управления обласом пыталась и Екатерина Любеша. Эти соревнования не отменяют ни в дождь, ни в град. Люди со стойбищ погоды не боятся. А вот обряд поклонения духом воды делают в первую очередь. В светлую ткань завязываются монетки, и эту ткань опускают в воду. Лодка делает три круга по солнцу, и там произносится молитва, просит о благополучии. Соревнования начали, когда их проводить, раньше их проводили издревле, проводили для того, чтобы старики смотрели, как молодежь умеет управлять областом, как они будут находиться на воде рыбачки. То есть такой экзамен? Да. Как правило, в область заходят босиком и садятся в нем на сено. Это не дань какому-то обычаю. На скошенной траве просто мягче, а обувь может помешать выплыть, если неустойчивая лодка перевернется. У коренных малочисленных народов Севера это случается редко. А вот если в область сядет неподготовленный человек, ему не удастся выбраться сухим из воды. Сто процентов опрошенных ответили, что к соревнованиям они не готовились никак. Ханты прекрасно себя чувствуют в облацах, потому как управляют ими с пяти лет. Я года два-три назад участвовал. Сейчас просто решил, приехал попробовать. Ничего, навыки вроде не потерял. Но тяжело. Среди мужчин лучшие результаты показали Валерий Рускин и Алексей Рускин. Первое место среди женщин заняли Зоя Рускина и Нина Тевлина. Все четверо представители Рускинской. Они обошли соперников из Сургута, Сытомина и Каюкова. Впечатления, конечно, очень хорошие. Я, наверное, со все годы, как День области началась, только по жизни, я только второй раз участвую. Для меня сложно. Сильно у меня руки устают. Командная победа также у сборной деревни Рускинской. Ее представители примут участие в окружных соревнованиях. Екатерина Любешева, Николай Сапожников, Сургут, Интерновости. Подопечные благотворительного фонда «Забота» получили ежегодную помощь. Уже более десяти лет организация помогает работникам Сургутнефтегаза, которые имеют инвалидность многодетным, малообеспеченным и неполным семьям. В 2018-м средства реабилитации выдали 27 нуждающимся. Подробнее Ольга Нахаева. Ольга Полякова каждый год получает гигиенические средства от благотворительного фонда «Забота». Помощь оказывают в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. В 2000-м году Ольга была одной из основательниц клуба пенсионеров-инвалидов «Огонёк» в той же заботе. Знает, как сложно приходится людям с ограниченными возможностями здоровья. Любая помощь, тем более безвозмездная, зачастую спасает в сложнейших ситуациях. «Служба социальная прописывает. Девочек есть в личном деле у каждого, кому что положено. Но если там, допустим, такое, что матрас противопролежный или ещё что-то людям нуждаются, тогда они приходят, приносят какие-то документы, подтверждающие, что они на самом деле в этом нуждаются». Согласно индивидуальной программе реабилитации и медицинским справкам, фонд приобретает пелёнки, подгузники, тест-полоски, иглы для инъекций и другие расходные материалы. Работники с ограниченными возможностями здоровья, многодетные, малообеспеченные и неполные семьи, сотрудников акционерного общества «Сургутнефтегаз» получают такую помощь каждый год. «Они стоят у нас на учёте, поэтому это для них не разовая акция, это для них помощь, она ежегодная. И помощь – это не только в приобретении средств реабилитации, все льготные категории получают материальную помощь». Заботливые сотрудники благотворительной организации находят индивидуальный подход каждому работнику, каждой семье и ребёнку. 27 детей и 14 взрослых, которые состоят на учёте в фонде, уже получили необходимые средства реабилитации. Кто-то смог забрать их самостоятельно. Людям в отдалённых поселениях помощь доставили работники благотворительного фонда. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indifisnews.ru. До встречи в эфире. Волшебные электродиваны по ценам завода-изготовителя фабрики 3С. Улица Югорская, 34. Арт-галерея, 22-59-38. Фитнес-плаза. Это тренажёрный зал. Бесплатные групповые программы. Финская сауна. Безлимитные карты за 6900. Звони и бронируй карту. Телефон 366-178. Фитнес-плаза. Красота, доступная каждому. Любят праздник от души взрослые и малыши. Сургутяне, поспешите. Вкусный тортик закажите. Торты от кондитерской «Вега» — это золотой ключик к вашему празднику. Молодожёнам скидка 20%. При заказе на сайте surguttort.ru скидка 10%. Адрес проспект Ленина, 66, дробь 2. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Компания «Жалюзи». Жалюзи всех видов. Карнизы для штор, замеры и установка, изготовление за один день. Теперь мы еще и по новому адресу. Улица Геологическая, 9. В торговом центре «Славянский». Телефон 33 33 21. Квартиры в Санкт-Петербурге. Жилой комплекс «Огни залива». Квартиры с полной отделкой. Готовые и строящиеся корпуса. Рассрочка от застройщика. Любые субсидии. Скидка региональным покупателям 50 тысяч рублей до 31 июля. Подробности проектов на декларации на сайте огнезалива.ру. Здравствуйте. Информация о погоде на 20 июня. В студии Алена Раковская. Погоду в большей части Запада и Сибири определяет аномально теплый сектор Атлантического циклона, доставляющего в регион поля облачности и осадки различной интенсивности. Местами в экстремальных значениях. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно, ливни, возможно, гроза. Ветер северо-западный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 22. Большая распродажа в салонах обуви Саламандр. Скидка на всю обувь и сумки до 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба. Каждый мини-байкер найдет своего верного спутника. Самый популярный велосипед уже в Карапузе. Хит-продаж этот велосипед ваш. Карапуз. Всегда радостные покупки для детей в магазинах Карапуз. Достойное качество по выгодным ценам. Пусть ваши планы сбудутся и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok